Восьмилетнего Питера преследует таинственный и постоянный стук за стеной его спальни. Шум, который, как настаивают родители Питера, является полностью плодом воображения их сына. По мере того, как страхи юного героя усиливаются, он считает, что его родители Кэрол и Марк могут скрывать ужасную и опасную тайну. У тебя очень богатое воображение. Когда-нибудь из-за него ты угодишь в беду. Паутина Марта, бывшая танцевщица, переезжает со своей дочерью в горную деревушку Маланота, неприветливую, полную странных суеверий. Уже в первую ночь к девочке во сне приходит призрак ужасной понтафы, которая крадет ее дыхание. Марта принимает пугающее признание девочки за фантазию. Однако с каждым днем окружающая обстановка становится все более зловещей. И Марта уже сама не в состоянии отличить дневной кошмар от ночного Морока. После самоубийства матери, Элли возвращается в родной дом. Девушка разбирает вещи и мучается чувством вины, что бросила мать и не общалась с ней. И начинает явственно ощущать присутствие покойной. Когда она получает предложение поработать несколько дней сиделкой у парализованной женщины, пока ту не заберут в больницу, то с радостью хватается за возможность уехать из дома. Элли прибывает на место и приступает к работе, даже не подозревая, что ее подопечная одержима демоном. Восставшая из ада Молодая вдова устраивается горничной в старый мрачный особняк. Желая вновь увидеть своего покойного мужа, она проводит опасный обряд и приоткрывает двери в мир духов. На воле оказываются проклятые призраки предыдущих горничных, жестоко замучены хозяином дома. После того, как несколько подростков, ищущих острых ощущений, пропадают без вести, детектив Бобби Брикс расследует эту историю, допрашивая единственную выжившую. Она рассказывает ему о Дивиллера, немертвом и неживом монстре с лопатой в руках, жаждущем мести за убийство, совершенное давным-давно. Теперь Брикс должен посетить заброшенный фермерский дом этой легенды, чтобы встретиться лицом к лицу самим Дивиллера, и попытаться выжить после его мстительной, острой как бритва лопаты. Я просто хотел поиграть в игру. Ты позвала его, а ты не игра. Некоторые называют его хранителем кладбища, дарителем жизни и повелителем мертвых. Всем спасибо за просмотр, если вам понравился ролик, то пожалуйста поставьте лайк, напишите комментарий, опишите пожалуйста как вам формат, что следует изменить, что добавить, что вообще надо сделать, или так все устраивает, надо продолжать. И пишите также какие топы сделать, обязательно все сделаю. Подписывайтесь на мои иные соцсети, ссылки в описании. Ну и всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok